Дорогие белорусы, сегодня я сделаю важное заявление. И я хочу, чтобы каждый из вас его услышал и принял участие. Каждый, кто знает, белорусы не смирились. Белорусы продолжают протестовать, готовят уличные акции и не собираются сдаваться. Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами. Почему важно проголосовать? Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессии. Хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное, в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, в которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами. В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния. Ведь он уже потерял поддержку своего народа. Но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД. Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми. А мы – нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме, за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно – это конкретный сигнал для международных партнеров к действию. Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам. Потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже. Есть много сценариев развития событий в Беларуси. И все они, даже очень страшные, долгие и силовые, неизбежно приведут к переговорам. Вопрос лишь в том, какой ценой. Мы уже видим, как обваливается экономика и не хотим оказаться под обломками. А значит, действовать нужно сейчас. Переговоры – это универсальный инструмент, который позволил множеству стран и народов отстоять себя. Это будет серия встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решение, как вывести нашу страну из кризиса, не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок. И именно для этого нам нужно международное посредничество. Чтобы сделать это заявление, я 7 месяцев работала с иностранными политиками и организациями. Рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой. Собирала мощную профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур – ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное – наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы. Перед началом переговоров мы укрепим нашу переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег. Мы подготовим пакет решений, как в переходный период поддерживать безопасность, стабилизировать экономику и готовить новые президентские выборы. Мы будем формировать переговорную группу и расширять нашу программу «Диалог» для вовлечения госслужащих и силовиков. Перед 25 марта мы вместе с Координационным Советом, Байпол, Фондами Солидарности и другими демократическими силами запускаем большое голосование на платформе «Голос». Наша с вами общая задача – сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус. И тогда уже ко дню воли мы увидим первые результаты. Как это сделать? Установите чат-бот платформы «Голос» или сразу проголосуйте, если он уже установлен. Это анонимно и безопасно. Данным платформы «Голос» доверяют везде. На нее ссылается Евросоюз, ОБСЕ, США и многие другие. Мир понимает, что сегодня это один из реальных способов заявить наши требования. Когда сделаете это сами, расскажите о голосовании своим соседям. Свяжитесь с родителями, бабушками, дедушками и помогите им отдать свои голоса. Поделитесь призывом проголосовать в своих соцсетях. Распечатайте и повесьте листовку в лифте. Разошлите ссылку на сайт «Голоса» коллегам. Мы должны сделать это вместе, как во времена выборов прошлым летом, когда мы взяли свою судьбу в свои руки. И теперь пришло время довести дело до конца. Нам вместе строить новую Беларусь. И никто не сделает этого за нас. Продолжение следует...